Моё почтение, дамы и господа, меня зовут Николай, и мы продолжаем наш путь на вылете Испании 2022 года в игре Pro Cycling Manager аналогичного года выпуска. И сегодня у нас с вами предстоит шестой этап, первый по-настоящему горный с финальной точкой в Асенсион Альпико Джану. Если честно, не знаю эту вершину, первый раз её поеду. Посмотрим, как у нас получится за относительно обескровленный в горах Мовистар. Напомню, что мы потеряли Энрика Масса на четвёртом этапе. Но Вальверде в целом сегодня, как вы видите, себя неплохо чувствует. И надеюсь, что на вот этих вот финальных двух достаточно тяжёлых и крутых восхождениях он себя проявит неплохо. Калада де Брине нас ждёт сегодня. И, как я уже сказал, Асенсион Альпико Джану. Надеюсь, что я правильно произношу название, потому что в целом не лучшим образом у меня с испанскими названиями. И, как вы видите, за 19 небольших километров до финиша и за 6 километров практически до начала финального восхождения Луис Масбонет возглавляет наш небольшой поезд из четырёх человек. Дают нам полидировать остальные команды. Остаётся впереди лишь один представитель отрыва дня. Если не ошибаюсь, то это представители команды Лотто. И сейчас наш небольшой поезд в составе Масбонет, Мюльбергер и Оливейра, как развозящий, соответственно, Вальверда как капитан, готовится к финальному восхождению. К сожалению, Карлос Верона сегодня не лучшим образом себя ощущает. И из-за этого не поучаствует он у нас в развозе. Но он неплохо так погонялся за отрывом дня. Как вы видите, сил у него вообще очень мало осталось. Но свою какую-то часть импакта он внёс. И за это, конечно, мы его очень благодарим. Но в целом наша команда сегодня себя прекрасно ощущает. И Масбонет, и Мюльбергер, и Оливейра вполне себе достойные развозящие. Конечно, да, не сравняются они с Энриком Масом. Но что уж поделать. Итак, мы во главе. Основной группой сейчас находимся. Сразу же атакует от подножья финального подъёма Саймон Йейтс. Видимо, чувствует в себе силы сегодня британец. И из Байк Эксченж пробует свои силы Найро Кентано. Который в реальности эту гонку не поехал из-за обвинений в допинге. Если я не ошибаюсь, то Трамадол нашли в его допинг-пробе. Макналти сейчас перекладывается вперёд работающий на Жоанна Алмейду. Впереди мы видим и красную майку Жулиана Ла Филиппа. Не отпускают Кентано, по крайней мере. Йейтс на 12-секундном просвете. Харпер догнавший. Кентано тут же бросает работать и выстреливает Примаш Роглич из основной группы. За ним пытается удержаться Жулиан Ла Филипп, понимая опасность славянского гонщика Юмбо Висмы. Но не смог увязаться. За Рогличем Жужуала Ла Филипп. У нас Мюльбергер сейчас занимается погоней. Красную майку далеко отпускать, конечно, не хотелось бы. Но и впереди идущих ребят точно никак нельзя отпускать хоть сколько-то на значимое расстояние. Вальверда начинает идти в собственном темпе. Оливейра защищает нашего капитана. Впереди у нас показывается Мигель Анхель Лопес. Который сейчас добирает Жулиана Ла Филиппа. Впереди остаются только Йейтс и Роглич. Примаш сейчас увозит Саймона за собой. Практически 40 секунд преимущество есть у этой группы. Гонщик Астаны сейчас возглавляет погоню. Тут же показался Люк Плаб, чемпион Австралии. Здесь же и Карлос Родригес. Ну и что же, сейчас на небольшом выполаживании Вальверда пытается хоть сколько-то передохнуть, потому что сил не так уже и много остается. 36 человек по-прежнему пытаются продолжать погоню за Саймоном Йейтс и Мигель Шамрогличем. Роглич сразу же после выполаживания атакует своего попутчика. Но сбросить Йейтс у него пока что не получается. Саймон хорошо себя чувствует сегодня на этой горе. И Нос продолжает погоню. Но уже практически, даже не практически, а целую минуту везут два беглеца. Роглич и Йейтс, соответственно, сдается в смену Карлос Родригес. Впереди сейчас только Ричард Карапас. А ты, ну, сам. Уже непосредственно сам капитан. Тут же Жуан Алмейда. И Жулиан Аллафилипп. Бахарин Виториус, отличная представительница. Сразу три гонщика из этой команды впереди. Вальверда сейчас пытается переложиться поближе. Для финального спорта. В этом он, кстати говоря, неплох, как мы знаем. Начинают финишные ускорения. Многие наши оппоненты. Вальверда ждал 600-метровой отсечки и тоже начинает потихоньку ускоряться. Дабы обогнать хоть кого-то из этой группки. Тем временем на финише. Судя по всему, Роглич забирает этап. Да, Йейтс второй. Джей Хинли будет третьим. Судя по всему, Ричард Карапас занимает четвертую позицию. Вальверда сегодня пятый. Неплохое выступление от нас. Ланда далее шестой. Ментец. Алмейда. Майкл Вудс, уже сошедший с Войльты в реальной жизни. И Винченцо Нибали. Замыкает десятку сильнейших. Что же. Вот так сложился для нас первый горный этап. Сразу же Роглич дает понять, что он нацелен серьезно на эту Войльту Испании. Собственно, как и в реальной жизни. Он уже даже примерял красную майку лидера. Вальверда переходит на пятую позицию в генеральной классификации. Совсем немного уступая в борьбе за тройку. Но уже минуты и четыре секунды уступая лидирующему Саймону Йейтс. Роглич идет с ним в одно время. В спринтерской классификации Хосе Хоакинрох сохраняет зеленую майку. Вальверда выходит на вторую позицию. 93 очка у него. И очень близок он сейчас к своему товарищу по команде. Ну а нам предстоит в следующей серии седьмой этап. Обозначен как холмистый. Однако я думаю, что множество спринтеров переживет это восхождение на гору первой категории. Тем интереснее будет финишная заруба. Ну а пока спасибо за просмотр. Напомню, что меня звали Николай. Увидимся уже очень скоро. Ну а пока, пока-пока.